Александр Трифонович Твардовский, писатель, поэт, журналист. Родился в 1910 году на Смоленщине, хутор Загорье, в семье Кузнеца. «На хуторе Загорье росли мы у отца, зелёное подворье у самого крыльца», так напишет в 1939 году поэт о родном хуторе. Сочинять поэт начал раньше, чем научился свои стихи записывать. С 1924 года Твардовский стал печатать заметки и стихи в смоленских газетах. С 1939 года он служит в армии. Великую Отечественную войну прошёл с первого дня до победного завершения, пережив немало испытаний и лишений. Именно поэтому, когда читаешь его произведения о войне, то особенно ярко представляешь себе картины боёв, подвиги людей. Он был военным корреспондентом. Вместе с героями своих очерков он шёл в атаку и отступал, спал вместе с ними в сырых окопах, ел из одного котелка. Ему не надо было ничего придумывать. Каждый день он видел, как совершается подвиг. Каждый день он был рядом с героями, с людьми, которых оторвали от мирного труда вражеские захватчики и которые ни на минуту не сомневались в победе, в нашей победе. На фронтах Великой Отечественной войны воевали все – мужчины и женщины, старики и дети. Каждый вносил свой посильный вклад в будущую победу. В тылу дети заменяли на производстве ушедших на фронт родителей. На территории, временно оккупированной врагом, юные патриоты уходили в партизанские отряды. Почти каждый мальчишка мечтал тогда попасть на фронт. Тысячи детей и подростков совершали в те годы подвиги. В боевую летопись страны навсегда внесены имена маленьких разведчиков и подпольщиков. Они бесстрашно боролись с врагами Родины и совершали героические поступки, проявляя лучшие черты характера – мужество, героизм, отвагу, находчивость. Об одном из таких героев войны – произведение Александра Твардовского «Рассказ танкиста», которое было создано в 1942 году. Оно основано на истории, услышанной поэтом от участника боевого танкового сражения. В стихотворении два лирических образа – танкист и мальчик. Рассказ ведется от имени танкиста, который вместе со своими товарищами пытается освободить городок. Но танкисты не могут одолеть фашистов, потому что не знают, где стоит вражеская пушка. Стихотворение начинается с сожаления о том, что танкист не успел узнать имя главного героя повествования – местного мальчишки лет 10-12, из числа тех, кого называют «бедовыми». Они заводилы в любой компании, инициаторы дворовых драк, а также верные помощники солдат. Машину обступают на стоянках, таскать им в воду ведрами не труд, приносят мыло с полотенцем к танку, и сливы, недозрелые суют. Один такой сорванец и подошел к танкистам во время боя, чтобы показать, где именно находится огневая позиция противника. «Стоит парнишка, мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем». Именно так описывает поэт, герой своего произведения. Танкист вспоминает, что благодаря юному герою зашли в тыл, и эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. И это спасло многие жизни. Бойцы поблагодарили своего помощника и словно взрослому пожали хлопцу руку. Но вот имени мальчишки никто спросить не догадался, о чем участники тех событий искренне сожалеют. «Из тысяч лиц узнал бы я мальчишку», — отмечает танкист, которому этот паренек спас жизнь. Тема баллады — героический поступок 12-летнего мальчишки. Поэт показывает, что для смелого человека возраст не преграда. Твардовский учит нас ценить лучшие человеческие качества — силу духа, отвагу, мужество, любовь к родине. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...